Иван Сергеевич Тургенев, знаменитый русский писатель и поэт, публицист и драматург, классик русской литературы XIX века. Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле. Он воспитывался в старинной дворянской семье и был вторым сыном у родителей. Его отец Сергей Николаевич служил в армии и вышел в отставку в чине полковника Кирасирского полка. Мать Варвара Петровна происходила из состоятельной дворянской семьи. Стоит отметить, что этот брак не был счастливым, поскольку отец Тургенева женился по расчету, а не по любви. Когда Ивану исполнилось 12 лет, отец решил уйти из семьи, бросив жену и троих детей. К тому времени от эпилепсии умер младший сын Сережа. В результате воспитание обеих мальчиков Николая и Ивана легло на плечи матери. По своей натуре она была чрезмерно строгой женщиной, со скверным характером. Во многом это объясняется тем, что в детстве с ней жестоко обращались, причем как мать, так и отчим, который нередко ее избивал. В результате девушке пришлось сбежать из дома к своему дяде. Вскоре мать Тургенева второй раз вышла замуж. Несмотря на то, что она строго относилась к сыновьям, ей удалось привить им хорошие качества и манеры. Она была грамотной женщиной и разговаривала со всеми членами семьи исключительно на французском языке. Мать очень любила литературу, что передалось и ее детям. Помимо французских классиков, она великолепно знала произведения Пушкина, Гоголя и Карамзина. С обоими мальчиками занимались одни из лучших преподавателей Европы, на которых она не жалела средств. Когда семья переехала в Москву, Иван Тургенев был определен в пансион Ивана Краузы. Именно там он начал обучаться разным наукам. Достигнув 15-летнего возраста, юноша стал студентом столичного университета. Изначально он учился на факультете словесности, однако уже через год перевелся в Санкт-Петербург, где получил университетское образование на историко-философском факультете. Во время проживания в Петербурге он занимался переводами стихов Шекспира и Байрона, которые впоследствии сыграют важную роль в его биографии. Ему очень нравилось творчество этих поэтов, в результате чего Тургенев тоже стал пробовать писать стихи. После получения диплома Иван поехал в Берлин, где прослушал курс лекций по философии и филологии. Во время зимних каникул он отправился в Италию, которая очаровала будущего писателя красотой и неповторимой архитектурой. Возвратившись в Россию в 1841 году, Иван Сергеевич успешно сдал экзамены и получил степень магистра философии в Петербургском университете. Через два года ему доверили должность в Министерстве внутренних дел, что могло полностью изменить его биографию. Однако интерес к писательскому делу взял верх над выгодами чиновничьего положения. Учаясь на третьем курсе института, в 1834 году Тургенев пишет свою первую поэму под названием «Стено». А в 1838 году в печать выходят два его первых стихотворения «Вечер» и «К Венере медицинской». Первые работы Тургенева были опубликованы в 1837 году. Однако настоящий успех пришел к нему после того, как он сочинил рассказ в стихах «Параша». Когда ее прочитал известный критик Виссарион Белинский, он по достоинству оценил талант начинающего писателя и даже захотел встретиться с ним. В результате они стали хорошими друзьями. Позже Иван Сергеевич имел честь познакомиться с Николаем Некрасовым, с которым у него также сложились хорошие отношения. Вернувшись из Европы в Россию, он решил попробовать себя в роли драматурга. Ему удалось сочинить достаточно много пьес, которые успешно ставились в театрах Москвы и Петербурга. С 1847 года по приглашению Некрасова в преобразованном журнале «Современник» выходят его современные заметки и первые главы записок охотника «Хорь и Калиныч», которые принесли автору огромный успех, и он начал работу над остальными рассказами про охоту. В произведении «Записки охотника» представляется полная картина России. Автор показывает отношения к земле, на которой он рос. Показаны размышления автора о настоящем и будущем народа. Главной темой является показ протеста против крепостного права, которое не дает раскрыться таланту и уму русского народа. В «Записке охотника» этот сборник рассказов, общее их количество равно 20. Работа в «Современнике» принесла Тургеневу много интересных знакомств. В журнале также печатались Достоевский, Гончаров, Островский, Фетт и другие известные писатели. Когда в 1852 году умер Гоголь, Тургенев сразу же написал «Некролог» о нем. Однако цензор Алексей Мусин-Пушкин запретил его печатать во всех изданиях Петербурга. И только газета «Московские ведомости» все-таки решилась опубликовать «Некролог». Вследствие этого разгорелся настоящий скандал, поскольку цензор испытывал особое отвращение к Гоголю. Он утверждал, что его имя недостойно упоминания в обществе, а также обзывал его лакейским писателем. Мусин-Пушкин сразу же написал донесение царю Николаю Первому, во всех подробностях описав инцидент. Из-за частых поездок за рубеж Тургенев находился под подозрением, поскольку там он общался с опальными Белинским и Герцином. А теперь из-за «Некролога» его положение ухудшилось еще больше. Именно тогда в биографии Тургенева начинаются проблемы. Его задержали и посадили в тюрьму на месяц. После чего он еще три года находился под домашним арестом без права выезда за границу. По окончанию заключения он опубликовал книгу записки охотника, в которой были такие рассказы, как «Бежен лук», «Бирюк» и «Певцы». Цензура усмотрела в произведениях критику крепостного права, однако ни к каким серьезным последствиям это не привело. Тургенев писал как для взрослых, так и для детей. Однажды, побыв какое-то время в деревне, он сочинил знаменитый рассказ «Муму», получивший широкую популярность в обществе. Там же из-под пера вышли такие романы, как «Дворянское гнездо», «Накануне» и «Отцы и дети». Последнее произведение вызвало настоящий форрор в обществе, поскольку Иван Сергеевич сумел мастерски передать проблему взаимоотношений отцов и детей. В конце 50-х годов он посетил несколько европейских стран, в которых продолжал писательскую деятельность. В 1857-м им была написана известная повесть «Ася», которую впоследствии перевели на многие языки. Образ жизни Тургенева вызывал критику у многих его коллег. Они осуждали его за то, что большую часть своего времени он проводил за границей, при этом считая себя патриотом России. В 1879 году 61-летний Тургенев приехал в Санкт-Петербург. Он был очень тепло принят молодым поколением, хотя власть по-прежнему относилась к нему с подозрением. В том же году прозаик отправился в Британию, где получил звание почетного доктора Оксфордского университета. Единственной любовью в биографии Тургенева была певица Полина Виардо, с которой он познакомился в 1843 году, когда она находилась на гастролях в Петербурге. Девушка не обладала красотой, а скорее наоборот вызывала отвращение у многих мужчин. Она была сутулой и имела грубые черты лица, и ее рот был непропорционально большим, а глаза вываливались из орбит. Генри Гейни даже сравнивал ее с пейзажем, который был одновременно чудовищным и экзотическим. Но когда Виардо начинала петь, сразу же очаровывала слушателей. Именно в таком образе Тургенев увидел Полину и сразу же влюбился в нее. Все девушки, с которыми он имел близкие отношения до встречи с певицей, сразу же перестали его интересовать. Однако тут была проблема. Влюбленная писателя была замужем. Тем не менее Тургенев не отступал от цели и делал все возможное, чтобы чаще видеться с Виардо. Мать писателя была против отношений сына с Виардо. Она надеялась на то, что Иван бросит ее и наконец-то найдет себе подходящую пару. С 1863 года Иван Сергеевич уехал в Германию. Здесь он знакомится с выдающимися писателями Западной Европы, пропагандирует русскую литературу, работает редактором и консультантом. Сам занимается переводами с русского языка на немецкий и французский, и наоборот. Он становится самым популярным и читаемым русским писателем в Европе. А в 1879 году получает звание почетного доктора Оксфордского университета. Именно благодаря стараниям Ивана Сергеевича Тургенева были переведены лучшие произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. Стоит кратко отметить, что в биографии Ивана Тургенева в конце 1870-х годов, в начале 1880-х, быстро возросла его популярность, как на родине, так и за границей, а критики стали причислять его к лучшим писателям века. В 1882 году Тургенев серьезно заболел. После обследования врачи диагностировали у него рак костей позвоночника. Болезнь протекала очень тяжело и сопровождалась постоянными болями. В 1883 он перенес операцию в Париже, но это не дало никаких результатов. Единственной радостью для него стало то, что в последние дни жизни рядом с ним была любимая женщина – Полина Виардо. Он умирает 22 августа 1883 года в Бужевале, пригород Парижа. Тело его было привезено в Петербург и погребено на Волковском кладбище. Продолжение следует...